Мы представляем вашему вниманию очередной выпуск экономического календаря на последний день этой торговой недели. Давайте же узнаем, какие события могут повлиять на валютные рынки в эту пятницу. Первые данные мы ожидаем в 10 утра. Будет представлен торговый баланс еврозоны за январь. В последний месяц 2016 года предприятия еврозоны экспортировали на 24,5 миллиарда больше товаров и услуг, чем импортировали. Торговый профицит колеблется недалеко от своих максимальных показателей. В полдень по гримвичу мы ожидаем данные Канады по производственным продажам за январь. На протяжении второго месяца подряд мы наблюдаем рост по продажам. За последние два месяца объем продаж увеличился. В декабре был зафиксирован рост на уровне 2,3%, к отметке 53,5 миллиарда. Такой восходящий тренд в основном был вызван ростом продаж по транспортному оборудованию, а также продажами нефти и уэльной продукции. В час 15 дня по гримвичу мы ожидаем данные по промышленному производству за февраль. В январе объем промышленного производства снизился на 0,3%. В декабре был зафиксирован рост на уровне 0,6%. В целом объем производства находится на том же уровне, что и в прошлом году. В два часа по гримвичу будет представлено несколько отчетов по экономике США. Высокую важность представляют собой предварительные данные по исследованию Мичиганского университета за март. Индекс настроений в феврале составил 96,3%, немного ниже январьского уровня 98,5%. В декабре индекс находился в отметке 98,2%. Как сказал главный экономист по опросам потребителей Ричард Кертин, на данный момент присутствует большое партийное разделение, которое сегодня доминирует над настроением потребителей. Потребители не могут игнорировать экономику ради политики. Скорее всего, что на горизонте мы не увидим никакой рецессии, как ожидают демократы. Ко всему прочему, мы также не увидим энергичного экономического роста, как на то рассчитывали республиканцы. К этому времени будет также представлен индекс ведущих индикаторов США за февраль. Ведущий экономический индекс Conference Board в январе вырос на 0,6%, достигнуло отметки 125,5%. В январе ведущий экономический индекс США вновь резко пошел на повышение. Указывая на положительные экономические перспективы в первой половине этого года. Как сказал атаман Азильдирим, директор по исследованиям бизнес-циклов и исследований роста в Conference Board, ведущий экономический индекс вновь резко пошел на повышение в январе. Указывая на положительные экономические перспективы в первой половине этого года В январе был зафиксирован рост по всем ведущим индикаторам Если данная тенденция сохранится, вероятная экономика США может ускориться в ближайшей перспективе С вами была я, Селая Скиннер, вы смотрели обзор новостей экономики на пятницу Хороших вам выходных, на сегодня все, до свидания Субтитры подогнал «Симон»